Дорогие братья и сестры, я думаю, все родители и бабушки, и дедушки тоже знают, что маленькие дети все очень сильно любят таких мягких животных, и они живут практически с ними везде, они ходят, разные такие, бывают и хищные звери, и бывают домашние звери, но разные звери, которые дети любят с собой носить. И мне кажется, иногда создается впечатление у детей, что вот эти даже опасные звери, что они, может, не такие опасные, потому что они такие мягкие, такие удобные, приятные. И знаете, я хотел рассказать одну историю, когда действительно так случилось в жизни одного мальчика. В 1987 году, это еще в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорке был один зоопарк, и там мальчики жили неподалеко от этого зоопарка. И когда зоопарк закрылся, вот эти мальчики, три их было, они решили перелезть в забор и посмотреть, как животные там живут, им хотелось подойти очень близко к медведям. И было три из них, и они перелезли в очень большую преграду, где нужно было зайти именно уже к медведям туда. И это были не простые медведи, но белые медведи, мы знаем, что это самые большие, самые очень страшные медведи, очень хищные. Но этому мальчику показалось, что никакой опасности не будет, побыть там, может поиграть с этим медведем. И они переплыли эту холодную ледяную воду, чтобы туда попасть, к этим медведям. Но вот эти другие два мальчика, они остались, немножко побоялись, а тот перешел туда. И потом, когда вот эти медведи вышли, два их было, и случилась очень большая трагедия. Этот мальчик, вместо того, чтобы думать, что он может поиграть с этим медведем, эти медведи растерзали этого бедного мальчика, которому было всего лишь 11 лет, потому что у него не было правильное представление о вот этих животных. Он, наверное, настолько привык, что тут ничего опасного нет. И вот почему я привожу этот пример сегодня, потому что, я думаю, дьявол так же окутывает грех в такое мягкое, такое что-то приятное, что мы его не боимся. И потом, когда мы встречаемся лицом к лицу с этим дихим зверем, тогда бывает трагедия, и может и в нашей жизни, если мы неаккуратны. Я хотел сегодня поговорить об искушениях. Я назвал свою проповедь так – «Победа в искушениях». Потому что мы никто не хотим упасть в этих искушениях, которых мы имеем в нашей жизни, но как мы все-таки можем победить и вырасти в этих испытаниях, искушениях, которые мы имеем в нашей жизни. Для рассуждения хочу предложить вместе с вами прочитать текст 1 Коринфянам, 10 глава, 10 стих по 13. Здесь апостол Павел много говорит, приводит пример о израильском народе, и потом приводит вот этот главный текст, 13 стих, на который мы обратим внимание. Мы прочитаем с 10 стиха для контекста. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Здесь мы видим, апостол Павел приводит пример израильского народа, и выше он много об этом говорит, но мы знаем, что народ имел столько много благословения, он был выведен из Египта, из рабства, в пустыне Бог о них заботился, посылал им пищу и питье, он посылал им одежду, которая не портилась, он защиту давал им от врагов, все у них было, и тут мы видим, что апостол Павел говорит, что они роптали, и истребитель их истребил. Мы знаем, что они неугодны были Господу, и мы потом часто в своем уме начинаем осуждать этот народ, говорить, ну как же можно, когда все так прекрасно, все складывается так хорошо, Бог ведет, и при этом всем можно отказаться от благословения, можно уйти и впасть в это искушение. Но знаете, мы не должны осуждать народ Божий, народ израильский за это, но наоборот взять это как пример, потому что об этом и говорит Павел, что он оставил нам этот израильский народ нам как пример, в образ, чтобы мы не поступали так же, и чтобы мы не думали, что мы будто выше духовно, мы на другом уровне, и мы не можем споткнуться так же, как споткнулся израильский народ, и вошел только двое в обытованную землю, и только их дети. И вот здесь 12 стих говорит нам о том, что мы должны в смирении всегда уповать на Бога, и никогда в своем уме не ставить такую планку высокую, что вот для меня это не опасность, это не грозит мне опасность, потому что я на таком высоком уровне, что мне не нужно оберегать себя от каких-то опасностей. Но вот здесь апостол Павел говорит, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И этот стих говорит нам о том, что мы всегда в смирении должны подходить к разным испытаниям, которые в нашей жизни, потому что мы смотрим на других людей и думаем, ну вот у него это так, но у меня никогда не будет. И в нашем сердце не должно никогда быть вот эта гордость, но наоборот в смирении сказать, Господи, я такой же человек, как и израильский народ, как и другие прочие люди, которые вначале, может, хорошо шли, потом раз споткнулись. Господи, я не хочу упасть, как кто-то другой, я хочу взять из этого пример и идти дальше, идти, быть твердым, идти и уповать полностью на Тебя. Я хотел на основании 13 стиха предложить нам три основных мысли, короткие, которые покажут нам, что Господь хочет в испытаниях, в искушениях, которые мы переживаем, что Господь хочет достичь в нас, как мы можем иметь победу в искушениях. И первая мысль – это то, что все люди переживают искушения. И об этом апостол Павел говорит в начале этого стиха. Он говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Он как бы говорит, что все люди переживают это, но он говорит, что мы должны быть верны Господу. И здесь мы видим, что мы должны быть верны и понимать, что Господь хочет достичь в нас. И что вообще такое, когда мы впадаем в искушение, мы должны понимать, что мы ничем не хуже и ничем не лучше, но мы, когда люди, все люди испытывают это. И об этом пишет также апостол Петр. 1 Петра 4, 12, он говорит там, «Возлюблены огненного искушения для испытания, вами не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Потому что это постигает всех людей, и мы должны быть готовыми к этому и понимать, что мы ничем не выше других людей, и это может прийти в нашу жизнь, но мы должны заранее приготовиться. И нам нужно также понимать, что Бог не искушает нас, но мы искушаемся собственными похотями, и мы немножко позже поговорим об этом. Знаете, быть искушаемыми еще не значит, что мы согрешили. Когда приходит какое-то искушение, это не значит, что мы уже что-то сделали не так. Но помните, даже Иисус Христос, он был искушаем в пустыне 40 дней и 40 ночей, он не ел, и дьявол пришел к нему в это слабое время его, когда, может быть, он даже и плохо спал, не знаю, как он мог отдыхать в пустыне, тяжело было, и в это самое слабое его время дьявол ему искушает. Но во всех искушениях его Иисус устоял словами Божьими, когда он говорит, написано, «It is written». Он говорит, написано, «Не искушай Господа Бога твоего» и другими путями, когда он говорит, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мы можем победить только словом. Знаете, братья и сестры, когда у нас бывают какие-то искушения, мы имеем выбор принять в своей жизни или поддаться этому искушению, или устоять ему именно словом. Знаете, вот иногда молодые люди, которые уже могут знакомиться, парень с девочкой знакомятся и начинают спрашивать вопрос, ну вот предположим, что здесь вот такая линия, и вот как можно близко подойти к этой линии, чтобы не согрешить. Вот здесь греха, здесь еще нормально. И они спрашивают, ну что можно делать? Я знаю, бывает такое в нашей жизни, что мы хотим вот немножко ближе подойти, но правильная реакция любого христианина должна быть не наоборот, не том, как близко я могу подойти к этой линии, но наоборот, как я далеко могу стоять от греха и ближе быть к Богу, чтобы наоборот даже не иметь это искушение, ну, например, не удаляться от других людей, быть всегда в группе, чтобы не было вот этого искушения. Или, например, бывают люди спрашивают, ну, как можно вот здесь вот пьянство, а вот здесь вот немножко выпить вина? В каком положении я могу вот остаться, чтобы вот не впасть сюда, вот в это состояние, где я уже пьяный? И знаете, вот у нас должно быть наоборот состояние, вот я, как я далеко могу удаляться от этого, чтобы никогда не впасть в это искушение? Потому что я знаю, что я сто процентов никогда не могу стать пьяным, если я не пью вино или что-то, то, что может владеть моим сознанием. Если я удаляюсь от этого, то я никогда не могу впасть в это состояние. И Господь может помочь нам, когда мы имеем желание приближаться ближе к Богу. Вот первое на то, что мы посмотрели, что все люди переживают искушение. Давайте посмотрим второе. Это то, что все люди, всем людям есть выход из искушения. Когда они приходят, Бог заранее уже определил, что мы можем выйти как победителями. Мы не должны обязательно впасть в какой-то грех, который постоянно нами владеет, если мы будем стремиться правильно поступать здесь. И вот апостол Павел говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». И дальше, «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Мы здесь видим, что апостол Павел обращает внимание на характер Божий. И знаете, вот если прочитывать очень быстро, можно легко пропустить это выражение, «Верен Бог». «God is faithful». То есть можно прочитать и сказать, ну что тут такого особого, но апостол Павел показывает, что это самое важное в нашем предстоянии, когда мы можем устоять в искушении, это самое важное, когда мы смотрим на Господа и том, что Он верен. Мы смотрим на Его характер, мы смотрим на Его доброту, на Его благость, то, что Он не желает зла нам. Смотреть на Его обетование, что Он даст нам благословение, и Он защитит нас, что мы не впадем в такое состояние, где мы не сможем устоять, если мы ищем близости с Богом. Нам нужно помнить о верности Божией, что если Он сказал, то Он и поможет нам. И мы можем, так же, как в 45-м псалме написано, «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в беде». В бедах наших Он скорый помощник. Так же и Бог будет скорый помощник во время какого-то искушения. Он тоже поможет нам, если мы желаем иметь эту победу. И мы также должны помнить, что наш самый хороший пример – это Иисус Христос во всем, и особенно в этом отношении, когда Он пережил все, и Он наш верный помощник. Давайте посмотрим, что написано в послании евреям, 2 глава, 17-18 стихи, говорят о том, как Господь может и нам помочь. Написано, «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как Он Сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Какое-то прекрасное обетование для нас, что если Христос это претерпел, Он не обязательно нам поможет. Мы просто должны не давать место дьяволу в нашей жизни, потому что если мы заигрываем с этой линией, где сказано «здесь грех», и мы начинаем приближаться, тогда здесь уже намного легче упасть в это состояние греха, когда мы начинаем заигрывать и даем место дьяволу в нашей жизни. Знаете, у Бога есть всегда выход из положения. Как мы здесь прочитали, что верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но даст и облегчение. И мы здесь видим, что Господь, Он обязательно поможет. Еще один текст, который очень важный к нашей теме сегодня, это 2 Петра 2,9. Я думаю, это золотой стих, который каждый может взять для себя в трудное время. Здесь сказано так. Но, конечно, знает Господь, как избавить благочестивых от искушения. Господь хочет каждого из нас избавить. Если мы стремимся к благочестию, это не говорит о том, что я всегда идеально буду совершенным здесь на земле. Нет, но если я стремлюсь к праведному отношению с Богом, тогда Господь обязательно будет помогать мне. И мы должны заранее как бы определить выход из положения, не ставить себя в такое положение, где вот уже пришло искушение, теперь я думаю, как выйти отсюда. Потому что мы должны продумать, если это случится, что я сделаю? Я думаю, у Иосифа, когда случилось с женой Патифара, он уже заранее продумал это все. Он уже знал, что если даже случится такое, как случилось, когда она схватила его за одежду, она схватила, он убежал. Он уже заранее это продумал, знал, что я лучше убегу без своей одежды, которая может ему важно была, дорогая, хорошая одежда, но для него важнее было не одежда, а имя, которое он сохранил, тем, что он избежал от этого искушения. Вот мы видим, что здесь всем людям есть выход из положения или из искушения. И последняя мысль перед нашей молитвой я хотел предложить, это то, что у всех людей есть цель в искушениях. У всех людей есть цель. Господь всегда хочет чего-то достичь нас. И как мы уже говорили раньше, что Господь сам не искушает, но Господь посылает эти испытания. Знаете, иногда мы путаем между испытаниями, искушениями. Но можно посмотреть на это так, что одно и то же, что происходит в нашей жизни, Бог всегда хочет это привести как испытание, чтобы мы устояли, а дьявол на это смотрит как искушение для того, чтобы нас разрушить, нас оторвать от близости к Богу. И вот когда мы приходим сюда, вот перед крещением у нас есть молодые, выходят, и мы называем это испытание. Мы же не называем это искушение, потому что мы не хотим, чтобы этот человек, мы не хотим его нарушить, не хотим его так, чтобы он упал. Мы называем это испытание, мы хотим, чтобы через какие-то вопросы, наоборот, показать, что этот человек уже готов служить Господу. Знаете, братья и сестры, Бог всегда хочет, чтобы мы были победителями, потому что Он добрый, заботливый Отец, который имеет такую цель о нас, чтобы мы возрастали. И у Бога нет желания, чтобы мы спотыкались в искушениях наших, но наоборот, чтобы в искушениях, в испытаниях мы могли проявлять терпение. И об этом пишет Яков. Яков, 1 глава, 3 стих. Он говорит, «Зная, что испытание веры вашей производит терпение». Господь хочет и через трудности такие нам выработать и терпение. Оно не приходит просто так, как что-то такое мистическое с неба. «Вот теперь я имею терпение». Оно приходит, когда у нас трудности, и мы побеждаем их, и силой Божьей мы стремимся идти дальше, вперед. И мы знаем, что также Бог имеет цель возрастать в нас веру, когда мы имеем трудности. Он хочет показать нам, что мы имеем жизнь вечную, чтобы показать, что наша жизнь, которую мы имеем, это не подделка, что мы действительно на правильном пути, и Он работает с нами. И также вот Яков, 1 глава, немножко ниже, 12 стих. Яков также говорит об искушениях. Здесь он говорит, «Блажен человек, который переносит искушения, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его». Вот здесь опять идет вот эта тема, что Господь, чего обещал, то Он даст, но здесь и есть наша ответственность, любящим его. Знаете, если мы знаем, что Бог нас всегда любит, но любим ли мы Его настолько, что мы готовы отказаться от каких-то временных греховных наслаждений, чтобы сказать, «Господи, работай во мне, дай мне этот венец жизни, я хочу достичь его». И дальше Яков пишет, «В искушении никто не говори, что Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». То, что в нашем сердце есть, оно как раз и проявляется, и нам нужно работать над своими желаниями. Вот это слово «похоть», это как раз, оно говорит как о сильном желании. Иногда вот это желание, которое у нас есть, если мы направим его к Богу, то это будет хорошее желание. Но если это сильное желание направить к тому, что плотское, угождение плоти, то тогда дьявол будет радоваться, и он может нас, чтобы мы упали в этом искушении. И дальше, 15 стих сказано, «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Так как случилось с этим мальчиком, которому было 11 лет, он пошел к этому хищному зверю, который он представлял в своем уме, что это что-то такое не очень страшное, и он его истерзал. Также и дьявол, он окутывает наши какие-то искушения такими очень приятными вещами, очень мягкие, очень добрые чувства, но когда мы подаемся этому, тогда оттуда выходит этот страшный зверь, который готов нас истерзать. Дьявол всегда этому хочет, но Бог хочет, чтобы мы устояли, ему уповали на него. И в заключение я хотел только одну мысль еще допомнить, это то, что Господь всегда в своих посланиях или в Евангелиях, когда записаны слова Иисуса Христа, это часто повторяется мысль, «Бодрствуйте и молитесь». И для чего Он говорит это? Чтобы не впасть в искушение. Да, мы понимаем, что искушения есть, и они могут прийти, но если мы имеем правильное настроение от начала, молитвенное состояние пребывания в Слове Его, то мы сможем преодолеть это. И Иисус говорит дальше, «Дух, Он бодрый, а плоть немощна». И мы понимаем, что духовно мы хотим делать что-то великое, доброе, благословение для Господа, мы хотим, чтобы люди видели, что мы верующие, но в то же самое время у нас есть плоть, которая очень немощна. Иногда мы подаемся своей плоти, и тогда мы падаем. Или если мы подаемся, вкладываем больше в духовную сферу нашей жизни, тогда мы будем расти, и Господь этого хочет видеть в нас. Если мы будем жить по плоти, мы погибнем. Если жить по духу, мы будем жить и иметь благословение. И сколько людей в этой жизни, которые Господь может, хотел использовать великими путями, но не может, потому что люди больше угождают своей плоти, нежели духу. Да поможет нам Господь увидеть, что когда у нас есть эти искушения или трудности, что мы можем противостоять Словом Божьим, можем противостоять молитвой, и мы понимаем, что Господь хочет в нас что-то великое достичь, когда Он посылает эти испытания. Да благословит нас Господь! Вот сейчас у нас есть время для молитвы. Аминь.